С начала года прокуратурой города выявлено более 800 нарушений закона, внесено 150 представлений об их устранении. К дисциплинарной ответственности привлечено 133 должностных лица, в суды направлено 57 исковых заявлений. К административной ответственности по постановлениям прокурора привлечено свыше 50 человек. Прокуратура города выявила нарушение требований закона об антитеррористической защищенности на объектах городской больницы. Деньги муравленковцев незаконно перевели в негосударственный пенсионный фонд. Жители на переход согласия не давали, печати и подписи нотариуса на фигурируемых заявлениях были поддельными. Кроме того, было установлено, что НПФ «Будущее» у нарушения требований законодательства незаконно пользовались персональными данными указанных граждан. В этой связи по результатам проверки прокуратуры города в интересах 10 граждан в суд направлены исковые заявления о признании договора заключенных с НПФ «Будущее» недействительными и применение последствий недействительности сделки, а также взыскание компенсации меморального вреда. Жительница Муравленко проведет 9 месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Сужденная, будучи привлеченной в ноябре 2023 года к административной ответственности за неуплату алиментов, в декабре того же года, а также с января по апрель текущего года, без уважительных причин, уплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей не осуществляла. В судебном заседании подсудимая не признала вину в совершении инкримируемой ей преступления. В Муравленко устранили граффити экстремистского характера. Запрещенные изображения обнаружили на фасаде одного из зданий. При этом информация, которая направлена на разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и ненависти, является информацией, распространение которое на территории Российской Федерации запрещено. Вместе с тем, организации, ответственные за содержание здания, обязаны очищать фасады здания от рисунков, надписей и иных изображений. Прокуратура провела проверку готовности к безопасной работе батутной арены. В нарушении требований законодательства батутной арены отсутствовали средства для измерения роста посетителей. Также в медицинской аптечке имелись медицинские препараты с исчезшим сроком годности. Кроме того, не исключено недопустимое использование аттракциона в период отсутствия персонала, а именно отсутствовали двери при входе в батутный центр. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры города, индивидуальным предпринимателям внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений. Житель города осужден за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав. У него уже имелась судимость за аналогичное нарушение. Осужденный в апреле текущего года управлял автомобилем, будучи лишенным правом права управления транспортным средством и имеющим судимость за совершение аналогичного преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом признания в полном объеме своей вины, суд с учетом позиции государственного винитель назначал на службу наказания в виде 7 месяцев 10 дней принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Сразу несколько жителей города заплатят штрафы за мошенничество при получении социальных выплат. Меры поддержки они получили на основании окружного закона, как неработающие пенсионеры, однако не осуществляли трудовую деятельность. При этом осуществление трудовой деятельности является основанием для прекращения выплаты указанного пособия, о чем жители города Муравленко обязаны были сообщить в администрацию города Муравленко. Вместе с тем жители города Муравленко одновременно осуществляли как трудовую деятельность, так и получали пособия. После возбуждения уголовного дела жители города Муравленко в полном объеме возместили причиненный ущерб, в связи с чем судом уголовные дела были прекращены. В Муравленко проведена проверка деятельности одного из индивидуальных предпринимателей и одной из организаций на предмет соблюдения трудовых прав несовершеннолетних трудоустроенных на лето. При проведении проверки были выявлены факты несовременного расчета несовершеннолетних при увольнении, факты установления заработной платы один раз в месяц вместо положенных в соответствии с трудовым законодательством двух раз в месяц, а также факты трудоустройства несовершеннолетних, осуществляющих трудовую деятельность на территории учреждения дополнительного образования в отсутствии справок об отсутствии судимости. В связи с выявленным нарушением прокуратуры города в адрес индивидуального предпринимателя и руководителя организации несиное представление об их устранении, кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях. Житель Муравленко отправится в исправительную колонию общего режима на три года и два месяца за неуплату алиментов, а также он попался за хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина ранее привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности по факту невыплаты алиментов. На момент вынесения приговора общая задолженность по алиментам составила более 1 миллиона рублей. Каких-либо действий с целью выплаты алиментов своему ребенку мужчина не предпринимал. Вместе с этим мужчина приобрел для личного употребления наркотическое средство, в связи с чем был задержан сотрудниками полиции. Оператор связи привлечен к ответственности по факту мошенничества с использованием подменных номеров. Мобифону 2000 назначен штраф 300 тысяч рублей. Установлено, что при оказании услуг связи ООМ Бифон 2000 не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который отобразился у принимающего абонента с нумерацией Российской Федерации. По результатам проверки в отношении оператора связи было возбуждено дело, предусмотренное частью 2 статьи 13.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение оператором связи требований законодательства по пропуску соединения в случаях, когда указанный сигнал должен быть прерван. Жителю Муравленка назначено 360 часов обязательных работ за пьяное вождение. Кроме того, его лишили водительских прав на 2,5 года, а принадлежащий ему автомобиль конфисковали в собственность государства. Осужденный в апреле текущего года дважды управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, тогда как в первом случае он отказался от прохождения медицинского свидетельствия, а во втором случае было установлено состояние алкогольного опьянения. Субтитры подогнал «Симон»